Привет всем, дорогие друзья! Я продолжаю проходить Enclave, такую олдскульную, даже достаточно, ностальгичную экшн-рпг. Ну, не то что олдскульная, а ностальгичная. И следующая миссия это Arkmar. Давно я не играл. И тут у меня все выбрано уже. Я буду проходить с Хоббитом, хотя вообще я помню проходил Охотницей, когда играл первый раз, не на запись. Я думаю, так будет тоже нормально. Ну, вот так по максимуму закупимся, потому что денег на броню все равно нет. Я думаю, вряд ли накопится. Да, вряд ли. Так, и... Ну, начинаем... миссию. Миссия. Миссия. Маркус у тебя дал? Тебе, маленький мил Спасцер. Я единственный, который будет на ese lado и бакуилен. Но если ты хочешь мне помощь, ты можешь сделать что-то мне先. Маркус взял мой дом, который в одном из других мерчантов, который, наверное, мне стоит продать. идиот сон это самому но он не успеет так ну в общем он сказал нам нужно взять его путевую книгу у каждого корабля такая есть и еще но там сказал что его брат маркус которого мы охраняли предыдущий где-то в третьей миссии он продал ее и нам нужно вернуть обратно еще он сказал что в самом конце как бы берегись воды она холоднее чем кажется и тут есть еще вот такой гоблин я с ним немножко поговорить хочу с ним можно поговорить убить его нельзя а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все, с ним больше говорить нельзя В общем, он просит, чтобы я его освободил Но этого сделать в игре нельзя Ладно Начнем проходить миссию Проходить эту локацию И здесь Вообще Саму локацию удобнее проходить Охотницей, но проблема кроется В колдунье Которая Достаточно злобная И Ну, злобная в том плане, что у нее Посох тьмы Мы можем вроде как пострелять даже Да Но нам это ничего не даст Но врагам зато Это будет полезно Так В общем, у той колдуньи Посох тьмы И она очень больно бьет Поэтому ее нужно будет убить Как можно скорее Странно, что туда не заподняться И тут Карта спрятана С мини-игрой Охотницей Эту колдунью убить Достаточно трудно Ну, очень быстро Так И, кажется, я Мертв Да Ну, по краюшку Вот так вот Проплывем Тут что, выйти нельзя никак Я надеюсь, где-нибудь можно Потому что Я не хочу показывать, как меня убивают Потому что здесь А, вот Выход Здесь очень легко могут убить И Когда я найду Сохранение Я покажу Как Можно умереть в воде Если Далеко от берега Быть Так, теперь стоит зайти сюда Здесь ничего нету Но тут есть Во-первых, можем смотреть Тут должно быть золото Во всех таких углах Лежит золото Часто очень И Поднимаемся наверх Тут Враги Мечи мне, как всегда Больше нравятся По мувсету И, кстати, я Начал играть На легкой сложности Потому что До этой миссии Я ни разу не умирал И, в общем С легкой и средней Ну, и Сложной сложности Тяжелая сложность Отличаются только тем Что На сложной сложности Нету Да Масло Масло Масляное Тяжелой сложности Нету Чекпоинтов Сохранялок На Средней Они есть Я вот так спрятался На средней Они есть Но при смерти Отнимается золото А так как я хочу собирать В прохождении Все золото В любом случае Для меня это не вариант Потому что Придется Переигрывать Миссии Если Хоть раз Умру А для меня Это не вариант Это будет Тяжко Долго И нутно А вот так Сложности Ничем не отличаются Но может быть Только я заметил Что На Легкой сложности Выстрелы Из Робалета Слегка Самонаводятся Там если Промахнуться Там Насколько На чуть-чуть То Все равно попадает В противника Так Балкон Ну тут можно будет Прогнуть Здесь золота нету Да Да Тут золота нет Нужно очень Внимательно Смотреть Есть ли золото Потому что Я в этой миссии Часто Путаюсь Но мы можем Ну так Во-первых К нам уже бежит Порг И мы его можем Задамажить Пока он к нам бежит Может даже убьем Да Убили И будем теперь Убивать из арбалета Остальных Их я совсем Убил Как вы заметили Все таки Самонаводится Слегка Можно даже Почти не целиться Охотницей Тут было бы Попроще Вон там Вон там Входит Охотница Не охотница Это ассасин Вот там В принципе Это можно сделать И без охотницы На легкой сложности Все Она мертва В том плане Что Самонаводка Самонаводка Есть небольшая И попадать Намного проще Где-то там Если он попадет В воду И отойдет Далеко от берега Он умрет В принципе Он и так Умер Я сохранение Пока что Не подбирал Поэтому не буду Показывать Что произойдет Если зайти в воду Все Мертва Так Орг Мародер Где-то Там Золото Оттуда Где-то Орг Должен быть Вот он Мы можем По прицелу Понимать Что Наводим На врага Охотнице Проще Потому что Там можно Приблизить У нее Снайперские Стрелы Которые Имеют Возможность Зазумить Фишка В том Что Не лук Снайперский А именно Стрелы И это Как-то Нелогично Ну ладно Так Тут Золота Нету Тут Хилка Я думал Что тут Золото Лежит Там Ассасинка Тоже Из-за Арбалета Стреляет Он часто Промахнулся Так что Нужно Приблизительно Попадать Все Она перестала Стрелять Значит Она уже Не живая Я думаю Сюда Стоит Зайти Но Насколько Я помню Тут Ничего Полезного Нету Даже Врагов Вроде Как Нету Больше Она же Тут Была Да Тут Даже Нету Никакого Прохода Ну да Тут И в принципе Больше Негде Быть Так Тут У нас Нету Золота Да Тут Даже Не допрыгнуть Я просто Некоторые Моменты Не очень Помню Вот тут Золото Зато Есть А еще Здесь Есть Сохранение И еще Один Ассасин А Он Тут Мне кажется Не один Потому что Я Слышу Еще Откуда Это Выстрел Да Ну мы Сейчас Возьмем Сохранение Я Хилкой Хочу ее Назвать Почему-то Постоянно Хотя Хилка Вот она И так Так как у нас Нету Штрафа На золото Во-первых Тут золото Лежит Заодно Его не пропустил Иначе Я пропустил бы И теперь Покажу Что произойдет Если я В воду Пойду купаться Пофиг На какую Глубину Главное Далеко От берега Путь Я Начинаю Тонуть Акабы Приятного Апетита Да Акула Какая-то Квадратная Вот Все Я на чиппоинте Появился Золото У меня Не уменьшилось Насколько Я помню Здесь Я не пробегу Потому что Здесь Сломается Все А нет Не сломалось А я здесь Здесь видимо Ломается Ладно Значит Я был прав Что что-то Ломается Все Ну мне нравится Сам персонаж Хоббит Поэтому я Буду проходить Все-таки За нее Хотя Мне Мне не нравится Топоры Как бы Ее основное Оружие Является Топоры Так что Но И с мечом Она тоже Нормальна Так И где-то Здесь Должна Появиться Ссорка Нет Еще Рано Вроде как Так Постоянно Застреваю В ящиках Я не хочу Доставать Арбалет Чтобы Обстреливать Вот тех Которые У костра Потому что Боюсь Боюсь Что Пройдет Чародейка Ну это Колдунья Но У нас Считается Более Таким Самым Жестоким Врагом Но Если Учитывать Что У них Кстати Вот коробка С золотом Которая Нам Нужна Ну Сюда На краеш Прыгаем И Забираем Золото Вот Колдунья Да Ее Нужно Убивать Достаточно Быстро Потому что Она Даже Злее Чем С Ядовитым Посохом И Сейчас Мы Наверное Будем Убивать Тролля Так Хватит Но Можно И Орка Пока 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 Тролль Еще Не Подошел Подходить Он Будет Достаточно Долго Видимо Ну Зачизим Будем Вот так Вот Обстреливать Почему Нет Нет Раз И Раз И Будем Доломывать так и золото а золото еще в этом ящике есть но у нас еще осталось сколько золота еще 35 до 35 но где-то оно должно быть наверное где-то в этих зданиях или если не тут не здание то что с повышки ой иди сюда жалко что тут падение не смертельное она вообще даже не дамажит враги тоже дамажиться от падения если я от этих падений дамажусь а он злой он не с одного удара больше половины хп снес тролли тоже опасны особенно с булавами потому что они на расстоянии могут просто убить ну добить ударить по земле в расстоянии там полтора метра все отсюда наверно нет отсюда наверно нельзя допрыгнуть вот тут можно добрыгнуть забраться куда-то в упор нельзя стоять к ней потому что она может заваншотить вот лучницы которые собирают стрелы они легко могут заваншотить я же специально забрался зачем спустился мы его убили без проблем осталось только найти то место где находится книжка во первых ну там насколько я помню нужно найти ключ сначала но в первую очередь мне нужно найти золото пса который есть так это хилка хилка нам не обязательно нас их и так 8 штук здесь где-то должно быть еще золото например здесь вот здесь ключ и насколько я помню в обратном на обратном пути золото попадаться не будет потому что поэтому оно как бы должно быть здесь где-то да здесь золото и она еще где-то должно быть возможно но там где находится книжка вот я ключ взял сейчас пойдем к путевожим журнал там была закрытая дверь недалеко а где именно я не не помню точно но где-то здесь до этого места да вот по лестнице забраться и здесь была дверь мы открываем тут злой тролль так путевой журнал не подобрал а вот золото хрен знает где хотя насколько я помню на обратном пути там все таки будет 10 золота так потому что когда ну в общем сейчас увидите что будет небольшая такая кат-сцена да сейчас возможно как раз мы найдем те 10 золота которые не нашли в общем вот орки стреляют и из тех самых пушек вот начинают обстреливать и я буду возвращаться и они будут очень сильно обстреливать все это странно что меня вообще не убило этими полками теперь тут ни хрена нету вот тут все сломано пол это было больно но это стенка в кололосе и вот пока я так иду они должны насколько я помню все таки попасть в ой в ящик который сломается в нем будет золото по крайней мере я больше не нашел других ящиков ну то есть не ну вообще не нашел другой другого места где может быть золото я точно не помню где оно ну сейчас посмотрим а вот одно только возможно второе таким же образом найдется не знаю точно возможно у врагов будет но эти ядра не очень больно бьют и вообще хрен знает кто стреляет оттуда кстати вон акулы вид на воде потому что там врагов уже нету там все мертвы враги есть только здесь дефкрафтер они оба дефкрафтер а вот последнее золото отлично все теперь осталось только завершить миссию то есть прийти к этому брату маркуса с тобой поговорить можно еще раз а убить тебя но блин он не дамажится он как бы показывает как враг это тоже ну как бы выделяется прицелом но они не дамажится а и и и и и и и и вообще все эти миссии проходятся достаточно быстро я как раз начался на легкой только только сегодня и чтобы пройти предыдущие миссии достаточно быстро чтобы собрать все золото все это сделать у меня ушло может быть полтора часа знаю а тут золото мы все собрали теперь я покажу наверное мини-игру а и следующая миссия макелон хотя я думал что она будет немножко по-другому но в принципе даже лучше так и тут наглогард наглогард гоблина так на самом деле не только гоблин килл см в общем убей настолько много гоблинов на сколько сможешь на сколько можешь тут мы играем гонг этим гномом встаем пушки и стреляем по гоблинам пока что это только пока что фишка в том что постепенный будет становиться больше и мой рекорд я проходил в прошлом году не всю игру конечно я до конца этой компании дошел до предпоследней миссии ну тут две компании компания свет и компания тьмы рекордами не было чуть больше сотни а в общем я понял тут в принципе сотни не нужно убить чтобы пройти миссию в том плане что там в верхнем углу показаны деньги и максимум можно заработать тысячу и за каждого гоблина дают по 10 золота но не только гоблины опять же тут скоро будут появляться еще и другие враги которые будут отличаться наверно только тем что они не сразу будут умирать особенно если попадание не прямое если один враг пробежит это еще ничего страшного но если врагов несколько пробежит это уже плохо будет вот этот гоблин с первого не умер и уже 29 врагов 30 мне интересно с какой цифры начнут бежать другие виды врагов ну тут всего два вида два вида врагов это гоблины в котором я начинаю немножко мазать иногда из-за взрывов и начинают бежать тролли надо слегка напрячься чтобы убить всех потому что дополнительные тысячи золота это очень хороший бонус и мы уже больше половины убили нужных врагов к сожалению за троллей дает такое же золото и и хорошо что трупы не действуют как как бы те кто прошел потому что иногда они отлетают прямо к замку а иногда они отлетают туда взрывом и при этом не умирает вот это самое обидное я уже почти убил это такой интересный тир когда я играл мелкий то есть я эту игру в эту игру играл ну в детстве достаточно много раз и в прошлом году немножко проходил и начал проходить на своем канале канал то я в принципе в начале этого года основал если это может так назвать в общем вот у нас уже сотни весьма не количество денег мы получили но мы пока что с живем так что почему бы не продолжить я немножко разогнался в этом плане я не помню чтобы начинали бежать более крутые там гоблины и тролли они все без брони бегут и орков тут нету я даже не знаю есть ли смысл играть будут ли они чаще бежать но мини играю достаточно интересно по моему мнению я думаю еще до 50 дотяну потом уже сдамся потому что у нас на подходе еще одна миссия тоже достаточно интересно но уже миссия мини игра ну в принципе ладно или пусть бегут как бы я уже деньги заработал дальше играть нет смысла вот они забегают там видимо нужно чтоб забежало 4 кстати стало больше потому что те кто забежал они умерли и это засчиталось ну в общем я прошел конец миссии выглядит это так как будто я проиграл там заставка была но я на самом деле не проиграл потому что я все нужные деньги получил хелфлинг это хоббит наш вот есть оружие эскемитар мне например нравилось играться но тут еще есть фальшон и фальшон выглядит вот фальшон один из самых любимых мечей хотя есть еще такой меч который в русской версии называется ублюдок я наверно о нем говорил уже я думаю еще подешевле щит возьму хотя нет это не помогает значит будем с таким щитом и без брони без без средней брони потому что денег с рамой не хватает оружие все таки хочу максимальное носить с собой вот мы приплыли приплыли на пристань там корабль вдалеке нас высадили на шлюпке видимо я не знаю тут если выбежать то будет вот ливен мишин тут нету такого что типа акула съест там вдалеке был корабль текстуры тут совсем мягко говоря не знаю даже как мягко сказать вот вот как бы гоблины это те же самые хоббиты только в темной компании так там золота не может быть потому что там конец как бы локации вот я куда-то совсем в другую сторону но при этом я попал у него гномий топор как ни странно насколько я помню название в общем тот меч называется в русской локализации ублюдок ну вообще этот меч называется бастард он такой достаточно широкий и длинный меч с темно-зеленый вроде как энергии при ударах тут как бы светло-зеленая энергия там темно-зеленый не понимаю почему меч назван да текстуры реально убогие но игра сама по себе офигенная это просто ностальгия одна из любимых игр детства я бы сказал даже почти на равне с диабло хотя диабло все равно ну диабло 2 диабло 1 лучше тут возможно где-нибудь есть золото нет тут золото нету зато в замке золото спрятано достаточно сильно ну и это наверное все таки замок он так выглядит сюда нельзя вот ясно понятно но для того чтобы так это вход к лидеру к правителю и они меня посылают в арену ну перед этим я пройду здесь чувак даже видимо что начал заподозривать так тут закрыто это вроде как помещение над ареной арена достаточно легкая но тут может может бомбануть у людей которые не знают как ее проходить но если люди хотят собирать золото стопроцентно то у них может реально бомбануть это не то это выход вот арена дверь сейчас закроется когда я сюда зайду в общем чтобы началось мне нужно выйти на арену и в этих кругах будут спавниться награды вот мы в первой во второй не в третьей миссии еле справились с этими нейт кроулерами да а здесь их целых три ну сейчас у нас уже оружие более менее хорошее вот компания тьмы будет посложнее в этом плане и тут заспавнилась награда тут какие-то стрелы тут еще какая-то хрень хилка и деньги в общем нужно всегда покупать деньги потому что ну не покупать а брать потому что остальные предметы исчезают сразу же и и чувак с молотом я как бы убиваю гладиатора я понимаю что night кроулеров убивать потому что это просто чудище убивать их солдата чтобы доказать что я крутой это как-то странно главное чтобы когда убиваю убиваешь не быть здесь иначе сразу подберешь не нужно а нужно подбирать деньги сейчас мы увидим управителя но это может так загадаться и какая у него какой у него затылок офигенный рисунок такой и тут такой совсем солдат с товар щитом с копьем ау ну башенный щит его это небольшая такая проблема потому что он очень часто очень любит блокировать но осталось совсем немножко его продамажить все и теперь мы можем нельзя брать сразу ключ потому что иначе пропадут деньги насколько я помню и вот теперь нужно подобрать ключ в любом ну по крайней мере я всегда так делаю да я использовал ключ чтобы стрейнджа он видишь от спите ну как бы я доказал что достоин но у меня сюда не все еще не пускают но у меня сюда не все еще не пускают его алекто зовут и он находится в центре тут хилка ну блин не хилка а чекпоинт и он здесь сейчас я с ним поговорю некоторое время да я и и и и Продолжение следует... 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 Не знаю... На каком-то планере... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Дерутся они здесь, а здесь я ещё не был. Здесь орк дрался только что. А, хотя там по звуку, возможно, это где-то в другом месте происходит. Но мне кажется, что я сейчас буду трупом, потому что хилки у меня закончились, а если он ударит по земле, я труп. Да. Ненавижу врагов с молотами. Ну, хотя бы не придётся заново проходить. Вот этот враг. У него совсем немножко хп осталось. Почему он не умер? Так, нам осталось сколько? Этот враг хотя бы с топором. Отдавливаю. Отдавай. 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 неплохая. Но тут опять враг с молотом. И как бы самые сложные орки это орки деф-крафтеры и дестройеры. А деф-крафтеры они в основном без щитов и с дамаживающим мечом. Ну, с таким же, как и у меня. Только они дамажат им на 80, а я почему-то на 37 только. Ну, наверное, потому что у них броня достаточно тяжелая. А у меня она всего лишь легкая. Осталось собрать 70, то есть 30 золота, точнее. И мы пока что только баллон нашли. Теперь его осталось наполнить водой, о, не водой, а газом. Конечно же. А газ, возможно, находится здесь. Мне с вами не подраться. Так, тут находится арена, и тут Найт Кроулер что-то забыл. Он как бы не с плохими, эти твари, они всегда отдельно от и от светлых, и от темных. Они живут сами по себе. Я же не убивал этого врага, он как-то сам, видимо, умер. Но на самом деле это даже лучше. Так, и вот тут мы газом можем наполнить наш баллон. Хрена себе, они доплые. От одного удара умирают. Дестройеры, они очень толстые. А это мародер. Да, орб. Нет, даже не мародер, а просто варьер. но там есть и мародер. Так, этот проход он сюда. А я хочу еще над этой, над ареной побывать. Тут должен быть где-то проход. вот здесь. У меня первый раз пошел неправильно. На, мне, видимо, туда нельзя попасть. Мне казалось, что я могу туда попасть. Почему бы и нет. Ладно, зря я это сделал, но ладно. Нам нужно тогда идти туда, куда нас раньше не пускали, вот сюда, и заполнить баллон газом. Тут каких-то сильных врагов нету. сюда вставляем, не сюда, а сюда. Мы заполнили газом, и здесь гоблин. С ножом. Ножи очень плохо дамажит, но они быстро бьют. Так. Осталось собрать еще 20 золота. А я не знаю, где оно может быть. Ну, вдруг оно здесь спрятано. Так, ты уже стоишь, меня пропускаешь, значит, я уже собрался, что мне нужно было, это мне нужно было просто баллон наполнить газом. Как я говорил, тут вроде как все-таки спавнятся гоблины, и, видимо, остатки золота остались у всех гоблинов, то есть у него тоже. потому что я все-таки, насколько я помню, я здесь был. Да, доставай ножик, он менее эффективный, чем твой многозарядный арбалет. Блин, и золота у него нет. Где же последний мешок с золотом? Он где-то должен быть. А, вот, вот она крыша арены. значит, то место, куда я пытался стучаться, оно немножко другое. Видимо, у него золото, да? Да. Вот, мне интересно, я умру, если отсюда? да, я скорее всего умру. Так что, я даже пробовать не буду. Здесь закрыто, я насколько понимаю, да? Да. Такое ощущение, что это даже не дверь. тогда мы вернемся на арену и уже тогда пойдем на летающий корабль. у нас видео получается, я так посмотрел вроде как уже почти час. мне казалось, что миссии достаточно короткие, чтобы умещать их в одном видео по две миссии. Да, вот арена и вот тут золото. Выйти я отсюда уже не могу. обратно ну там где стартанул эту миссию. Так, идем сюда, да? Да. Так, только я могу вернуться? Сюда я тоже не могу вернуться. Ладно. Теперь ищем а, его в принципе искать даже не нужно. Вот корабль. я когда проходил миссию с славой, там, где я спас гоблина, я у меня появилась такая мысль столкнуть в лаву и я это все-таки смог сделать. Мне интересно, могу ли я столкнуть бой. Могу ли я столкнуть тебя? Песеду достаточно просто сталкиваются. Ну, ладно. Гномы я сталкивал достаточно долго и даже чуть несколько раз сам в лаву не упал. Но не упал. Да, вот. Все. Куда ты пойдешь? На месте стоит будешь, да? Ну, ладно. Пусть сам разбирается. Ну, и теперь, чтобы закончить миссию, нам нужно просто запрыгнуть на корабль. или мы медленно вот так вот улетаем. Это я во врагов скидываю бомбы с корабля. Кораблик же достаточно маленький. Это что-то типа дирижабля. Такой средневековый дирижабль с плавниками. Следующая миссия у нас The Sanctuary. Ну, тут еще ролик. Нарисован он страшно. Как тролль такой. Камзара это самый такой главный замок узла. Нарисован что-то они не , что-то они 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 как возраста. азурана это ну в общем узнаем дальше когда будем проходить тут вообще осталось еще пять миссий насколько я помню сэнкчури потом после сэнкчури вместе с магом они получается где-то 6 миссий сэнкчури потом в каком-то типа подземелье потом еще одна миссия там же потом замок и уже финальный босс как-то так вроде да раз может может быть пять может быть шесть я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был фауст всем удачи всем пока